вот так вот выглядит готовое крепление для баллончика который вы можете повесить на стену на дверной косяк просто на дверь вообще где вам больше нравится это крепление я делал раньше но скажем так тест просто смотрите как она работает берем обычный баллончик небольшое усилие баллончик вошел держится вытащить моего можем либо назад это конечно неудобно либо просто вверх из свой заранее баллончик поставили направлении в направлении том как вам удобно его брать и использовать вверх вытащили нажимаем вставлять можно сверху либо проще всего вот так то есть нажатия боковиночки раскрываются баллончик входит а теперь быстро раз баллончик всередине баллончик никуда не убегает то есть вот так вот он крепко держится не падает ни вверх ни вниз хотя бы хоть мы его так поставим если вдруг по какой-то причине у вас эта конструкция расшатается вы снова взяли строительным феном подоли на него и она снова сжалась показываю другой баллончик фефер кей оу джет здесь как видите у нас есть вот такая вот клипса с ней засунуть не совсем удобно в принципе тоже возможно этой стороной получать тогда мы достали нажимаем либо как вариант сверху можно засунуть не до конца так чтобы клипса не заехала вниз и чтобы она не закрепила сильно легко можно было достать вытащили использовали просто удобно и не требует значительных вложений всем привет сегодня мы с вами будем делать настенное крепление для газового баллончика для чего нужно настенное крепление газового баллончика для того чтобы вы могли повесить газовый баллончик там где нет возможности его поставить либо положить а еще для того чтобы баллончик всегда был под рукой для того чтобы всегда в любой момент его там нашли чтобы он там не перевернулся условно когда он лежит он может лежать вот так вам будет удобно его взять а может лежать так вам надо будет его перехватывать если вы разместите баллончик настенное крепление он будет четко всегда на своем месте вам достаточно будет его выдернуть и применять настенное это не значит что вам обязательно его размещать на бетонной стене или кирпичный вы можете его разместить например возле дверей повесить на наличник либо непосредственно на сами двери таким же образом его можно закрепить в автомобиле либо в любом другом месте где есть вертикальная поверхность для того чтобы изготовить настенное крепление нам понадобятся следующие инструменты во первых сам баллончик линейка либо рулет кусок фанеры либо кусок бруска который по ширине будет соответствовать ширине баллончиком бумага либо картон для того чтобы сделать выкройку наждачная бумага шкурка для того чтобы сделать потом ровным наше изделие строительный фен самое важное и наконец из чего мы будем делать это пластик и наконец инструменты для того чтобы вырезать из пластика нужную нам форму я пользуюсь плоскогубцами и канцелярским ножом что за пластик и где его взять некоторые называют американцы особенно называют этот пластик кайдексом в наших реалиях вы кайдекс не купите по разве что будете заказывать на ebay поэтому проще всего взять спинки от стульев обычные офисные стулья они приходят в негодность их обычно выбрасывают вы можете заранее запастись и взять себе несколько таких вот пластиковых задников под спинок стульев в принципе такие же пластиковые части есть и на сиденье стульев на подголовниках и так далее то есть можно варьировать если этот предмет как офисные стулья вам не доступен вы можете использовать любой другой прочный пластик который найдете как вариант это могут быть какие-то подставки под бумагу стоечки под бумагу их делают обычно из пластика это могут быть какие-то элементы отделки автомобилей какие-то электроприборы поломанный не знаю тостер например или чайник то есть что угодно пластиковый любой пластик в принципе поддается работе с строительным феном данном случае у нас еще раз говорю кусок спинки от стула порядок работ следующий для начала вы берете свой баллончик который хотите закрепить под него вырезаете бросочек ибо кусочек фанеры в данном случае нас фанера где-то сантиметровая то есть десятка вырезаете кусочек который будет соответствовать баллончику по ширине может быть чуть чуть меньше либо чуть больше это не стоит принципиально на миллиметр 2 можно не попасть это не страшно после этого мы работаем с вот такой вот схема это разложенная выкройка нашего крепления на стену для газового баллачика вот это вот по серединке цифры циферкой 1 обозначена ширина баллончик то есть вы прикладываете баллончик по бокам проводите линии карандашом либо ручкой это получается у вас ширина баллончик она равняется одному следующее вы отступаете измерили эту ширину линейки то есть она в данном случае у нас например составила сейчас я вам скажу четыре с половиной сантиметра следующая перегородочка в креплении у нас равна две третьих от вот этой ширины то есть это целая одна целая это две треть две третьих от четырех с половиной в данном случае это три следующая равна одной второй от целого следующая тоже 1 2 то же самое у нас зеркально отражается здесь отмерили это все после этого для того чтобы понять как работает конструкция мы будем гнуть гнуть будем по принципу 1 2 и 3 в начале мы сгибаем на цифре 1 согнули после этого мы сгибаем на цифре 2 в обратную сторону согнули и после этого мы сгибаем на цифре 3 туда же куда и 1 согнули то есть по бумаге у нас получается вот так вот раз и со второй стороны точно так же 1 1 2 3 вот такая вот конструкция в будущем у нас получится то есть баллончик у нас будет заходить вот так вот расширять все и внутри он будет находиться в конце для того чтобы закрепить баллончик на стену мы должны просверлить вот такие вот отверстия по бокам можно просверлить два отверстия можно просверлить 4 как вам угодно почему отверстия по бокам для того чтобы баллончик не касался ваших шурупчиков либо гвоздей чем вы будете крепить если хотите вы можете крепить не шурупами вы можете использовать скажем термо клей либо другой клей либо жидкие гвозди что-то подобное здесь у нас очень широкое это крепление я делал его без баллончика здесь 5 сантиметров данном случае я хочу сделать крепление 3 сантиметра еще раз как мы отмеряем поставили баллончик с двух сторон провели линии измерили вот это расстояние которое у нас получилось следующее сделали отделение мы сделали две трети следующие одна вторая одна вторая то же самое с этой стороны после этого все сгибаем как оно должно быть и проверяем входит ли туда баллончик согнули проверяем в принципе вход если вы на 1 2 миллиметра где-то ошибетесь ничего в этом страшного нет потому что баллончик у нас держится не только боковыми стенками он держится за счет вот этих вот согнутых стеночек то есть баллончик у нас прижимается получается с двух сторон сейчас покажу вот этими вот и вот этими так как эту стеночку мы сделали две трети то вот эти вот плоскость они по-любому касаются баллончика и придавливают его и в крайнем случае если вдруг все пойдет наперекосяк вы можете просто сделать больший угол сближение сторон либо меньшим побольше берем ваш пластик прикладываем выкройку теперь нам надо ее вырезать вырезаю я из пластика еще раз говорю канцелярским ножом то есть просто прикладываете и ведете четко по линии то есть и и и и и и Вот что-то такое у нас получилось. Теперь определяемся, какая сторона будет внешней. В идеале, конечно, внешнюю сторону в данном случае сделать шершаво. Она и красивее выглядит, чем эта. И во-вторых, если я буду садить на термоклей к стене, то, соответственно, она будет лучше держаться. Вот. Переносим линии с нашей выкройки, линии сгиба, переносим на готовое наше изделие. Подключаем монтажный фен. Сейчас будем начинать гнуть пластик. Температуру работы монтажного фена подбираем по ситуации. Не меньше 400 градусов. Я обычно работаю на температуре около 500 градусов. Ставите фен, включаете его, пусть он себе работает, разогревается. Ждем, пока нагреется. Смотрим на порядок, как мы будем гнуть. То есть, вначале мы согнем обе стороны вот эти вот. То есть, внутрь согнем по вот этой мерке. Раз и два. После этого согнем боковиночки внешние. Ну и третьим будем гнуть здесь. Когда разогреваете пластик, важно, чтобы пластик не расплавился. То есть, в принципе, можно и такого достичь, но нам это нежелательно. То есть, пластик не должен стать жидким. То есть, он может начать слегка блестеть, поверхность может немножко блестеть, но не более того. Потому что, как только он становится жидким, он станет слишком податливым, и не получится у вас сделать форму, не получится сделать это красивым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, в принципе, уже практически все. Форма готова. Можно начинать ее дорабатывать. Что не так в этой форме? Здесь сглажены углы, здесь, здесь сглаженный угол, и здесь. Здесь вообще стеночка вся, видите, такая округлая. На что это все влияет? Вот смотрите, как здесь в середине будет держаться баллончик. Здесь слишком много свободного места. Прижимается он фактически за счет вот этих вот двух поверхностей стеночек. Но при этом держится достаточно плотно. То есть, вот, рукой его пытаешься пошевелить пальцами двумя, он еле шевелится. Вставить его так просто не получается, потому что вот не пускают эти стеночки. То есть, то, что мы сделали здесь, две трети. Вот эти две трети и нависающая половиночка сверху, они не пускают. Поэтому я и говорю, что, в принципе, не важно, какой здесь ширины вы сделаете. Чуть меньше, чуть больше. В общем, небольшая ошибочка вскрашивается в самой структуре. Проверяем, как вставляется баллончик. Вставляется с трубой. Но вставляется. Делать вот эту вот прорезь посередине шире не имеет смысла. То есть, тогда они будут держать вот эти вот поверхности. Все, что мы можем в данном случае сделать, это, несмотря на то, что оно кривое, у вас, может быть, будет красивее, ровнее, а может быть, такое же выйдет, не очень ровненькое. Ничего в этом страшного нет. То есть, устройство имеет исключительно утилитарное назначение. Это значит, что красивым оно быть и не должно.